Привет, дорогие мои! Это Герман от Черногории, и мы приехали в Цетине. Ну что, пошли гулять по Цетине? Я, кстати, начинаю вспоминать, куда идти. Есть ли исторический музей, то нам туда. Город Цетине был столицей Черногории до 1947 года, затем передал эстафету Подгорице. При этом, согласно Конституции, 1992 года до сих пор имеет статус столицы. Вот так, в одной маленькой стране, две столицы. Это здание этнографического музея, бывшее посольство Сербии. И здесь родился, в этом здании родился внук короля Николы Александр, который выдал свою старшую дочь Зоринку за Караджоржевичей. То есть он был по отцу Негуш, а по матери Караджоржевич. Сербян был. Ой, вернее, по отцу Караджоржевич, а по матери Негуш. И он стал этим правителем королевства Югославия потом. Почему они как бы особо, ну как бы не особо, не сильно сопротивлялись? Алексей, расскажи, что ты думаешь о туристическом сезоне 2020 года? Это будет уникальная вещь, которой не было на моей истории никогда. Я наконец узнаю, что такое пляж в июне и в июле. Скажи мне слово, мы с четырех букв. Чурчхила это уплывает. А как собрать из четырех букв слово вечность, да? Да-да-да. Б-О-Ж-Э. Да. Понятно. Но счастье никак не складывается. Сентябрь, октябрь. Может быть. Может быть. Наверное, поработаем. А, ну и в кайф будет. Будет не жарко, народу будет никого. Такой. На Бали, конечно, в этом году придется сделать паузу. И, возможно, и в следующем. А я и не планировал все равно. Но он просто в прошлом году же ездил на Бали? На Бали, на Бали. На Бали. Вот, в Таилан и я каждую зиму езжу куда-нибудь. Вот, посмотрите на этого мажора. Нет, чтобы деньги вкладывать в бизнес, да? Да. А, показал тебе 2020 год, что откладывать надо рейд? Ай, брать доеденки джи. Сейчас... Мнение экономиста – эксперт! Олес, твое мнение, как сезон 2020 года пройдет? пройдет сложно но я честно говоря все-таки с более радужными надеждами на этот сезон и думаю что он начнется где-то с 1 июля вот а учитывая что многие знают что здесь достаточно хороший бархатный сезон это сентябрь и октябрь в некоторых годах и был и ноябрь будет более пролонгирован и все-таки люди устали от сидения дома и все равно доедут вот король меньше но все равно что-то мы заработаем в конце концов добро спасибо не гуши построена в 1837 году и до 67 не гуши жили тут потом более светская резиденция была построенная семья короля николы переселилась сюда вот а голубой дворец где сейчас принимают все официальные делегации других стран был построен как раз для наследника короля николы но к сожалению из-за того что началась первая мировая война давайте решим король был лишен у к машине потом лишен своего трона и наследник больше не правил то есть король никола был последним королем черногории кнесс он был кнесс первые 50 лет он был кнесс последние 8 абсолютно верно а посмотрите здесь такой же коммунальный отпад поставили как просто полный отпад коммунальный отпад вы даже не знаете что там внутри на самом-то деле ну смотри там вместо сколько еще и у меня унитаз такого нет мягкое закрывание лубарда а мы студенты или пенсионеры пенсионер я студент ты спортсмен студент я инвалид забрали снимали короче ребят снимать в музее запрещено я расстроился я заплатил 3 евро и снимать нельзя вообще я обиделся и пошел плакать ребят начать хотелось бы обосрать конечно музей этот потому что мне запретили снимать но музей принципе неплохой поэтому приходите смотрите главное чтобы у вас хороший тур гид был который вам расскажет из какого из какой шрапнели куда стреляли ребят как вам музей отлично с хорошими другими прекрасно особенно с гидами ребят выходишь как вам музей музей хорош я как гид рекомендую в первую очередь если вы приехали в цитине а я в третью после рельефа и музей короля николы однозначно 3 я в четвертый мне больше музей денег нравится я думаю что сначала нужно пойти мощи потрогать а потом уже сюда 15 минут я вам кое-что покажу я вы ах удивитесь на самом деле алексей что вы думаете по этому поводу мне понравилось в цитине вообще очень прекрасный городок он очень недооценен так сказать в черногории потому что он ровный тут классные мощеные улицы вот и мне очень нравится кстати и тут много крутых кафешек первое упоминание цитине относится к 1440 году сейчас здесь проживает около 14 тысяч человек кафе и пиццерия и отсутствие собрание на самом-то деле тут люди вечером собирались как бы обсуждали на втором этаже кстати тоже для так как наш ванны пойдемте я вам фишку спалю и вы людей будете сюда водить и они будут тащиться от этого могут до снивом по папану как уж те лица герман я всегда сюда людей если мы зашли надо что-нибудь выпить это люди обидятся просто его сделали так стилизованно чтобы он антуро телевизионный шкаф мне пиво я могу 22 2 никшечка точных 05 но я так понимаю здесь кроме точно ничего не туда никшечка вот тут куча исполнителей банканских приезжает причем вы поймите они не одинаковые я бы сказал что это вообще не жидкий стул как они истерически класс там целая куча народу которые здесь известных выступали как бы там вот даже фотографии внизу есть но место такое чем а вода но вот тем не менее это раньше раньше здесь было присутственное собрание типа закрытого клуба на как закрытого это было собрание для людей туда губернатор приходил всякие самые послы приходили австрийские и допустим русские военные что ты делаешь это меню как это поднять свартовые поводоведение попил пиво судя по всему это был туборг потому что меня пугали разливным микшечка оказался по моему это все-таки туборг я очень надеюсь прикольная кафешка вот дима как она называется винотека кафе винотека всем рекомендуем я бы снял курточку да некуда и сложить барби с этими везлов остановись остановитесь знаменитые восьмидневные недели а еще у них есть тротуары но они любят шеренгами по 3 ходить по проезжей части хорошие люди ценен чё ты наговариваешь ну конечно хорош а четко герман про черногорию гадости говоришь фу фу какой фу фу противно а это за домик он же про черногория и про черногород вот этот нет вот вот этот маленький да что-то до стол не влезет какой-то неправильный беляйца вас это складки емды а так это башня ебте вон она вон она башня 2 это башня ебте гид не в курсе я в курсе это башня а вот этот самый цитинский монастырь на самом деле да только не это фундамент ну фундаменты до 1484 год это там бильярд а чё за бильярд смысле бильярд бильярд нет вообще вот этот комплекс называется дворец бильярда потому что там стоял первый бильярд в черногории и в этом же помещено этом самом на этом же месте стоит вот эта вот карта 3d а ты знаешь какой у них принтер был в то время отлично 1 3d карта в черногории которая была построена в 1900 если не ошибаюсь 18 году 16 в семнадцатом их погнали уже напротив да ну да начальниским инженером и местным по моему художником или тоже инженером из бетона была вылеплена 3d карта черногории со всеми реками горами и озерами очень красивая масштабная карта которая позволяет уже в те времена полностью обозреть черногорию и она была вылеплена по снимкам сделанным с аэропланов которые летали это были австрийские аэропланы которые летали на черногории фотографировали на основании этих снимков была сделана первая 3d карта черногория 1916 год и вот это делается вот так вот это черногория 3d надеюсь вы видите а может и нет вот а вот это монастырь тот самый где мощи хранятся мам-папа есть мам-папа есть сирота сирота до песка на церкви мазайки ну да на самом деле они и делали полгода дали им красиво а что закрыто а вот там вот эта мощи да вот там же да я нам никогда не было ближе подойти я не христия поэтому его я этот кто это вы вы что там помните мы читали я я не агностик частицы святого креста я оттуда пускают да можно зайти приложиться пащу это блогер выключай камеру сделай фотографии мне не 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 ты попроси другого кого короче православненько вот она вот максимально башня между двух окон каменная табличка на которой высечен герб ивана цернаевича двуглавый орел так вот когда 1695 году был разрушен 1 цитинский монастырь а в 1701 восстанавливали заново строили монастырь с развалин старого монастыря в муровали туда вот эту табличку показать преемственность нового старому из 1701 года цитинский монастырь находится на этом тургит 80 уровне и мне даже денег не платят за рекламу пещеру там загаженные разрушены да чё нельзя почистить до вопрос ни ко мне вопрос не коллегу на дайте мне пять минут давайте у нас этот парень причаститься пошел а мы тут богохульничаем да кстати вот в этой церкви тоже очень интересно а там и снимать на нельзя конечно но 100 этих а серьезно и одной десницей отрубает руки да здесь была первая книга печатня на балканах вот как раз цитинском монастыре я так понимаю таким образом они обновляют руку каждый год свежую кода отрубленный блогер печать не по датам 1400 какой-то год этого здания от бога вала я слышал что она сами эти штампари то есть эти печатные станки которые они звенец и принесли они находились вот на месте этого поля а по поводу вставленного куска из этого то что олег сказал вот это да ну слышали это герку ансерной еще раз с этой рушевины вот эти а посмотрите еще арки вон те резные вон кусочки весь вставлены то есть они на фоне остального монастыря вот эти арки и этот герб они выглядят как будто немножко из другой из другого времени и потому что и этот герб о чем он говорил и эти кусочки вот резные они стоят с этой рушевины тоже мы сейчас пойдем там стал бы вы видите торчат и эти барельефы перенесли до вставили как же 18 века по моему повесили туда а еще кроме пятака на входе и терпеть это число и направо больше сюда никуда не пускают ибо здесь кафедра богословия нет здесь сидит анфилохи этот самый архиепискет черногорско-приморский с левой стороны там резница музей интересный где оригинал этого актоиха и плащаница которая была подарена петру первому цитинскому екатерина второй и как гиды местные говорят что она сама вышивала плащаницу возможно сама и одеяние всех негушей митрополитных еще здесь очень роскошная крестильня в этой церквушке отдельная вот просто очень роскошная вот чашка нет не чашка вот ты же знаешь то есть заходишь сразу на право церквуха а прямо вот это крестильня она с маленькими сводами она с этой серебряной чашкой на самом-то деле но в общем там надо видеть там надо видеть приезжайте в черногорию но это не точно как его уже до алтарь тут тоже деревянный роскошный на самом-то деле но крестильня ах как хорошо я не вам пойму я слушаю не разумеем церногорский язык в обществе и ты знаешь церногорский язык планы панез наш нечто разумеешь на что это только те джекте церногорский язык морожда научишь году что-то что-то не заебала айди причем церногорский айди как у мамы на церногорском трамвай по трамвай что ты не знаешь а как автобус 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 брать ну чё то такой очень весел кто со мной будет веселиться почему я не запомнил как а трамвай а тебе как бы троллейбуса нет но в языке он есть то есть автобус автобус троллейбус троллейбус трамвай трамвай да вот так вот урок сербского языка от германа мы идем в парк его кстати начинали делать уже пару лет назад до этого он вообще развалюха был развалюха этот парк не знаю как сейчас но потихонечку его стали причесывать что это богородичная церковь построена в 1886 году на фундаменте разрушенного 1 цитинского монастыря который был основан в 1484 году разрушен монастырь был в 1695 к этому приложили руки как венецианцы которые заминировали сам монастырь так и османы которые разрушили после первого взрыва сам монастырь олег ты знаешь вот я в детстве когда учился в школе я не любил вот эти экзамены когда надо было даты сдавать вот я так понимаю что ты там вообще пятерки имел дать я скажу больше в школе я тоже плохо учился 34 это была моя нормальная оценка с датами у меня тоже было плохо но когда я здесь начал водить экскурсии не это насколько понравилось и понравилась сама история черногории люди что в принципе да ты как-то вписываются сами в мои мозги наверное я нашел свое второе я шикарно я в 34 года я тоже запоминал даты и все это рассказывал а потом перешел на городские байки да вот это воспринимает на ура да мы это уже обсуждали что просили нас и стали потихоньку уже забываться ошибаешь на лета 300 ничего херов по его от слова абсолютно вот такой прекрасный парк и здание это музыкальная красненькое здание музыкальная там был посольство я помню от чего не помню великой британии но это не музыкальная школа это консерватория где черногорские студенты получают высшее образование по музыке но отлично красавчик вас не путать да тут у нас полоса препятствий кому парка там и бывшие конюшни николы конюшни расскажи ты да что мы там где парк конюшни шара никола выходил есть конюшни были садился и ездил туда-обратно бывало сядет на коня как пришпорит как пришпорит раз и повернет и домой да только такой только роскошный сарёв делает знаете какой билет к заливает боксидкой заливает я хочу такой стол в украине можно заказать эту боксидку на самом деле это не самый крутой вариант вот хочу можно с ней сделать поняли как стекло такое там можно такое сделать и можно голубым а давайте не будем никого делать голубым это какой-то дом олег что это на трон и править вот отсюда ну очень кстати так очень а и сейчас ребят это я так понимаю в этом голубом дворце президентская да да он встречается принимает официальной деглегации других стран здесь всегда стоит почетный караул вон возле тех белых дверей и здесь спокойно можно подойти к ним и сфотографируются гвардейцы черногорские они около двух метров ростом и говорят все их всегда выбирали в одном и том же селении это рядом с герцоговиной где находится граница с боснии герцоговиной дайте бог память штепан поле вот оттуда всегда выбирали гвардию короля потому что были все высокого роста и очень крепкие круто вот ребята сейчас закрыта но в принципе сюда приехать можно подойти к дверям оттуда выходят два гвардейца и вы можете с ними спокойно фотографируется это разрешено это не запрещено но к сожалению на час коронавирус смотрите статуи людей каких-то национальных героев да вот видите и воевода флаг наш прекрасный красный с гербом двуглавым орлом этого не хухры-мухры кстати есть еще флаг города все знают да там золотой крест на красном фоне все говорят что это флаг города цитине еще это боевое знамя негуши с которым они шли в бой нам тоже нужен боевой стандарт стандарт банного клуба а зимой здесь каток двухглавый герман с бутылкой пива и лучше одноглавый герман двуглавый бутылка двумя бутылками тоже нормально такие вот путешествие германа в черногории июнь месяц я плащаю да я красавчик я знаю по что ночью будет холодно вот а я поехал дальше подгориц и это не просто ресторан это место где кушал где кушал король никола то есть он выезжал со своего дворца ехал туда который бельведер ехал туда в свой другой дворец на реке царнаевича который сейчас разваленный по дороге там есть фотографии где они с гардой сидят и кушают потом югославские времена он был государственный сейчас вот туда едет полбутвы русские которые живут долго и меня тянут под сачем вон его видно вон красная вывеска ресторан написано это старое здание и вид бельведер собственно с французского переводится красивый телятина из под сачи немножко суховатая на мой взгляд а ягнятина просто бомба она конечно как любая ягнятина очень тяжелая девять евро порция раньше я ее съедал целиком сейчас я если съедаю я потом очень день отлично и реклама ряда вон смотрите какая большая лужа скандарского озера вторая же после болотона кто-то кто-то еще и жгодорского за скорость охридская охридская но по-моему больше скандарского но не буду утверждать то что интересно охридское озеро она имеет такую же историю как и байкал ему больше четырех миллионов лет а ухидская торги разделено между македонией и албанией она в горах его глубина порядка 300 метров очень чистая вода вид рыбы вот этот омуль который боится на планете только в двух местах в ухридском озере в байкале это которую называют рыбакаран да 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 мы едем в албанию чтобы узнали вот а в албании есть купят и почки сдавать есть стоят мы едем сдавать ванины почки они набухли хочу на бухли поэтому их время сдавать меня плохие почки надо брать я же говорю что они набухли поэтому нормальные не нужны ну что ребят вот она подгорится заезжаем сколько олега и 24 градуса идет мелкий дождь но нас это нифига не смущает мы путешествуем мы проезжаем кипс дом кипс кипс дом вы я через один аутосервис вот и продолжаем дождик уже прошел но так он переменный ну что я приехал в подгорицу в баню вот наконец-то я доехал устал вот прям прилег надеюсь меня сейчас никто не съест тут кони ходят коровы навозом пахнет но приятно вот в общем короче ребятки пишем комментарии ставим лайки подписываемся на канал колокольчики бьем конечно же и спасибо что вы посмотрели этот выпуск а я пошел куда в баню так что с легким паром и вам желаю того же все пока пока